Руководитель фермерского хозяйства «Свободный труд» Рамиль Булатов очень гостеприимный человек. Он любит приглашать в гости своих коллег и делиться опытом своей тяжелой работы. Например, в прошлом году Булатов пригласил посмотреть строительство новой фермы членов Дмитровского совета старейшим. В этот раз гостями фермерского хозяйства стали фермеры со всей России. Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Башкирии, Архангельской области, Крыма и других регионов. Это было своего рода выездное занятие в рамках курсов повышения квалификации, которое организовал Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса. Рамиль Булатов провел небольшую экскурсию по хозяйству. В деревне Парамонова находится основное производство. Здесь построены фермы, хозяйственные постройки, сены и сараи. Фермеры занимаются производством молока и молочных продуктов, а также осваивают новый для России вид деятельности – агротуризм. В хозяйстве есть корова, козы, лошади, овцы, домашняя птица. В 2014 году фермерское хозяйство Булатова попало в областную программу развития семейных животноводческих ферм и получило грант в размере 13 миллионов рублей на постройку молочной фермы на 100 голов. На сегодняшний день все бюджетные средства освоены, но пришлось добавлять еще 8 миллионов рублей для окончания строительства. Ферма почти построена, в ближайшее время начнется монтаж оборудования и инженерных коммуникаций. Кстати, крыша фермы утеплена современным материалом – изоспаном, который позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок всей конструкции. В одном из помещений фермы разместится цех переработки молока для производства творога, масла, сметаны, йогуртов, сливок, сыров и кефира. На ферме Рамиль Булатов рассказал коллегам о своем новом проекте под названием «Зоовегетарий». Идея проекта состоит в воссоздании целостности природы. Фермеры будут решать эту задачу весьма оригинально. В верхней части фермы будут выращиваться цветочные культуры, выделяющие кислород. В свою очередь животные будут отдавать растениям продукты метаболизма – тепло, углекислоту и аммиак. Цветочную рассаду фермер планирует высадить уже в мае этого года. После экскурсии фермеры обсудили за чашкой чая наиболее актуальные проблемы, в числе которых ценообразование, госсубсидии, земельный вопрос.